Арио Тонио Понимаете, это не песня, это высший пилотаж. С 1975 года Александр Степанович ведущий баритон «Труппы Большого». В то время на сцене уже блистали Владимир Атлантов, Елена Образцова, Тамара Синявская. Для меня особенно пение, это было, ну вот я даже не знаю, какие слова подобрать. Это некое такое откровение было, понимаете, ты попал в какой-то водоворот счастья. И тебя несет, понимаете, ты летишь над всем, над этим. Наверное, в человеческом языке не так. Да это просто нужно быть талантливым человеком, который бы мог это выразить. Тонио, Онегин, Яго, Депоза, Наполеон. Пожалуй, нет ни одной баритональной партии мировой оперы, которую бы не исполнил певец. В 1977 году стала сенсацией исполнение партии Чичикова в мировой премьере оперы «Щедрина мертвые души». Критики назвали ее новым словом в оперном искусстве. С Большим театром связана почти вся творческая биография певца. Наивные люди вообще считают, что для того, чтобы стать певцом, нужен голос. Более того, и я тоже считаю, чтобы стать певцом, голоса может хватить. Но чтобы стать артистом, нужен далеко не только голос. Понимаете, здесь талант особый нужен. И душа открытая к обучаемости. Понимаете, вот впитыванию той жизни вообще того, что происходит. И образованность. И много-много факторов. Сегодня Александр Степанович – профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Он учит петь, как когда-то его в Одесской государственной консерватории, в которую он поступил сразу после двух лет музыкального училища. Самое главное – считает, чтобы его ученики умели не только петь, но и слушать. Я хочу со студентами найти общий язык. Я хочу, знаете, как говорится, как важно или как замечательно, когда тебя понимают. Вот я стремлюсь к этому пониманию. И я считаю, что у меня есть определенные успехи в этом направлении. Потому что когда мне подходят люди, которые меня когда-то слышали, и там что-то, может они ошибаются, а может нет, говорят, вот смотри, они похожи на тебя. Для меня это очень важно. Я соглашаюсь, я говорю, только я хочу, чтобы они были лучше. Он вообще привык жить в графике 24 на 7. Далеко не музыкальный размер. Признается, из 15 лет пенсии ни одного дня на ней и не был. Александр Степанович входит в состав Общественного совета при управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу. Для него это тоже любимое дело. Юбиляра мы застали на рабочем месте, ведь с 2008 года он руководит в концертном зале Барвиха. С его легкой руки на этой сцене выступают мировые звезды. Если, допустим, культурно-театральная общественность, у них на слуху, допустим, Анна Нетребко, то она здесь. Не надо придумать ничего. У другой публики, у другой публики, злободневно, группа Ленинград, она здесь присутствует два раза в год. У нас мы не концертный зал в том понимании, допустим, как, там, я не знаю, любой концертный зал, который прокатывает каждый день и кругу, у нас это невозможно, у нас это невозможно. Но все, что самое актуальное, все, что самое злободневное, оно у нас. Сэр Элтон Джон выступил первым на этой сцене, и вереница мировых звезд закружила вихрем публику. Андреа Бачелли, Крис де Бург, Шарль Азнавур, Эннио Морриконе, Пласи Ду Доминго, Хосе Харрерас, Фанесса Мэй. Уникальность зала, по словам Александра Степановича, состоит в том, что наряду с технической оснащенностью он находится в тихом, уютном Подмосковье. Но после интервью с юбиляром понимаешь, этот зал – еще одно любимое детище Александра Ворошила. И перед обаянием артиста не может устоять ни одна мировая звезда. Если они кричат «Браво!», их не обманешь.